Я сегодня хочу коснуться, немножко продолжить наши уроки по актуальных событий, которые нас побудили, должны побудить, немножко о каких-то вещах заново подумать, но так как это урок в рамках нашего урока по Масаду Шарим, так я просто вернусь к теме нашей главы, что пишут, что в Масаду Шарим нужно первое особое осторожность знать, где находится зло, а где находится добро. Во зла надо убежать, и мы говорили на прошлом уроке, пример зла, это когда человек думает, что в мире есть случайности, это он припевает себя к Амалеку. Амалек, его ангел-хранитель, его это сатана собственной персоной, и он же отречествляется с ангелом смерти. И тут есть одна очень принципиальная идея, что когда человек, истинная смерть в мире, это отрыв от Всевышнего. Он называется «Хей-Ойломим», «Живляющий миры», или «Хай-Ойломим», по носах сфарад, «Живущий в мирах». Отрыв от него, это истинная смерть. Какие-то события, когда человек отрывает, считает, что с ним проходят какие-то случайности, то есть эти случайности буквально, они отрывают его от Творца. Это страшная вещь, о которой мы говорили на прошлом уроке. Давайте поймем тогда, есть вещь этому противоположная. Вещь этому противоположная – это то, что связывает нас с Творцом, то, что укрепляет эту связь, расширяет ее, делает более постоянной, непрерывной. Это то, что дает нам жизнь. И тут еще коснуться одной принципиальной темы, которая касается нашей недельной главы Китиса. Если вдуматься, конечно, в грех Золотого Тверца, то это повторение греха первого человека, когда он отведал от запретного плода, прессыдаст дата в ра. И этот грех, этот грех, он заново поверг евреев, с ними весь мир буквально в тартарары. И, как мы и раз говорили, если мы касаемся греха Адама и Хавы, надо убедить то зло, которое было в этом грехе, чтобы от него убежать. Даже когда мы касаемся хета-эгэль, нам надо убедить какие-то вещи в этом грехе, чтобы понять, чего нам надо убежать, чтобы прилипеться к жизни, а не к чему-то противоположному. нам надо понять одну вещь, что, об этом пишет Раши в нашей главе, что искупление греха Золотого Тверца, то есть оно продолжается вообще всех веков. То есть, я немножко это иначе скажу, то есть, нам есть этот грех Золотого Тверца, он сидит в нас, и нам надо его справляться в себе, и так мы можем уберечься от необходимости нести наказание за него. Давайте просто вдумаемся, вдумаемся. в два аспекта, в два аспекта греха Золотого Тверца, который можно просто убедить. Простым неваженным взглядом на нашу недельную главу. Первый аспект, это не хватило терпения, не хватило терпения. Они ошиблись в расчетах, ошиблись в расчетах. При расчетах, что он может прийти сегодня, а он пришел только завтра. Не ошиблись в расчетах. Кстати говоря, вот эта вещь, она сам по себе, я думаю, что она является некоторым источником, того, что сказано в Талмуде, в типах руха, рухам шел махашвей кецим. Покладно, чтобы испустили дух тех, 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 кто расчет, и когда придет Мешеях. Почему? Мы начали в это время, допустим, через год не пришел. Больше не придет. Сейчас надо найти себе золотого телца, кого-нибудь поклониться ему. То есть люди, которые рассчитывают, как бы на Мешеях, они тем самым, тем самым они приводят к тому, что она отчаивается частично от него. Это первое. То есть есть такое понятие у бегунов, не только у бегунов, это второе дыхание. Второе дыхание. Всевышний хочет от нас, у нас, так сказать, нашей веры, доверия к Нему. Было второе дыхание, и третье дыхание, и четвертое, и пятое дыхание. То есть это сила веры, знание, что все о Творце. Это знание, что даже если Мешеях задержится, мы его ожидаем. Это основа веры. знать, что так даже задержится, он придет, и мы его ожидаем. То есть чтобы наша вера была чем-то постоянным и инвариантным, и не изменялась в таких-то событиях, это величайшая основа. А вот нетерпение, вот он должен прийти завтра, если не пришел завтра, так все, так все, строим, строим, собираем деньги, строим лотового телеца, научиться терпению. вот это терпение, это великая, великая основа верха. есть замечательная глава в Тиле, 22 глава, мы его считаем на Пурим, завтра поизвавтра Малый Пурим, как известно, на Пурим, там говорится, говорит этот, 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 эту главу сказал царь Давид, это слова Эстер, Эстер, о чем говорит Эстер? Она говорит от имени народа Израиля, что мы просим Всевышнего, а он нам не отвечает. При всем при этом наш народ остается верным Творцу и не на йоту не отходит от своей веры и доверяет Творцу. Если вдуматься в это, это величайшая духовная сила, жизненная сила нашего народа. Это первое. Второе, если мы хотим коснуться Золотого Тельца, тоже очень, очень важная вещь. И по большому счету непонимание этой вещи привело к очень большим проблемам и во время греха Золотого Тельца и после этого во многих-многих поколениях. что такое был самый Золотой Телец из больших разногласий наших мудрецов. То есть известно, что Рамбан очень пытался оправдать это поколение Рамбан и объяснял, что это не было буквально водозора, по крайней мере, участия у евреев, может быть, не у эр-эврав. Не было идлопоклонства, это было, они видели в этом вот в Тельце действительно духовные силы, которые вывел их из Египта, не было идлопоклонства. Но давайте просто поймем, принципиально, что сказано повторяю. Эйлу, элегеха, исраил, шооцеси, ацюха, бэрэц, мисраэм. А хочу мне, что это немножко объяснить. Пинч, Трамбан, что они увидели в этом, увидели в этом ту силу, которая алицтворялась Моши Рабейну, да сила всевыщая вывезти их из Египта. Ну, в буквальном понимании текста сказано немножко, вроде бы сказано, они назвали это именем Бога, это самое вот Тельца. Тельца. Я хочу провести одну очень такую ясную притчу, ясную притчу, которую нам очень хорошо надо ее усвоить. Эту притчу слышал когда-то давно от Равпинкуса. Притча просто замечательная. Он касался того утверждения, что в принципе все народы мира, включая идолопоклонников, они в общем-то имеются в виду уважать Всевышнего, продумать, что Всевышний это есть этот идол, который не поклоняется. вот на эту тему он привел в такую притчу. В одном великом государстве были далекие от столицы деревни, где не видели ни разу царя. И вот один проходимец, который все эти воспользоваться, сообщил такое зрение, что скоро приедет царь в обижающую страну, надо встретить его и так далее, и так далее. В деревне было большое удушевление, прием, собрали великий дар. В начальное время приехал сам проходимец, который оделся в царские одежды с каретой и с прислугой и получил почет, получил все данные и так далее и исчез. И исчез. Это стало известно царю. Он вызвал главы этого дедерина, вам полагается смертная казнь, вы предали царя, предали царя. Говорят, мы не предали царя. Мы продумали, что то, что приехали, это царь, но наоборот, мы посчитали царя. Ну, царь подумал, подумал и признал, что неправ. но когда есть другой вариант, проходимец, кто предстоял, но не сам отделался в царские одежды, он взял гориллу или шимпанзе и делал в царские одежды. И вот и привел в город, вот приехал царь. царю принесли подарки и все прочее. Мало что бывает, может быть, и горилла может быть царем. Мало что бывает, все бывает. Но когда достал известно царю, он подарил к ответу глав города, начал оправдываться, мы думали, что это ты, вы думали, что горилла это я? Так надо снести голову. Поймите, это то, что Рапин сказало просто о грехе и делопоклонства. Они говорят, что они все делают ради Всевышнего, но кто такой Всевышний? Это какой-то деревянный истукан? Деревянный истукан? Об этом есть еще глубокие вещи. Давайте просто поймем. Это грех золотого тельца. Что сказали показали этого тельца. Давайте просто мы думаем, мы думаем, что это нас не касается. У нас нет тельца, у нас нет истуканов. Давайте вещи просто поймем. В чем наша проблема? Мы готовы принять суррогаты, как будто бы это вещь истинная. Нам предлагают суррогат. Суррогат и мы воспринимаем как что-то истинное. Что-то истинное. Одна из проблем лжи-мессии, которая была в народе Израиля, их корень в том, что наш народ недопонимал величие Машеха, величие Машеха, и именно не понимая величие Машеха, он был готов поверить в какой-то суррогат. Какой-то суррогат. Я сейчас цитирую великих Израилей, это не мои слова. То есть, если мы понимали то величие, которое будет Машеха, что он будет пророчества на уровне Машеха-рабаина, даже больше, то многие, так сказать, люди, которых называли Машехом, они просто бы эта мысль не могла, просто в голову не могла прийти. Просто было просто невозможно об этом подумать. Знаете, хочу, чтобы вы правильно поняли. У меня была очень такая, когда я был в Германии два года назад, в Штутгарте, когда была встреча со студентами. Ну, они меня встретили, так сказать, по-студенческе встретили. Они говорят, вот вроде настоящий раввин пришел. Я говорю, почему настоящий раввин? Вот борода седая. Ну и что? Можно покрасить тебя тоже. Ну, я объяснил, что все можно поделать. Они говорят, не, они мне все равно не поверили. Не поверили. Но, по большому счету, давайте просто поймем, может быть, много суррогатов. Суррогат раввина, суррогат мащеха. То есть, нам надо учиться не ловаться, не ловиться на приманку суррогатов. Суррогатов. Это вещь непростая, надо просто понять, почему мы, давайте просто свяжем эти две вещи вместе. почему мы ловимся на приманку суррогатов. Вещь истинную нам трудно ждать. Надо силу веры. Поэтому, когда нам предлагают какой-то суррогат, какой-то суррогат, мы проглатываем эту самую блесну, как думаешь, это что-то живое. Это два больших урока, которые мы извлекли из «Греха Золотого Терца», наша недельная глава. Где наш народ поймался, на что? На двух вещах. Не хватило терпения, терпения, не хватило терпения дождаться истинного, истинного вождя нашего народа, который путями творца вывел наш народ из Египта. И поэтому, так как на это не хватило терпения, не хватило терпения, то наш народ часть его приняло суррогат. Суррогат Золотого Терца. Нам надо запастись дыханием, запастись верой, верой к Творцу. Знать, что когда наш народ в основах веры говорит, что я веру истинной верой приход Мащеха, и даже если он задерживается, я все равно его жду и ожидаю, означает, что часть этого основы веры в этом, это умение ожидать и не подаваться на суррогаты. На суррогаты. Мы уже говорили об этом. Страшнейшие суррогаты, которые разрушили все еврейство последние 200 лет, это суррогат так называемых реформистских, реформа и так далее. Реформа. Есть много разных суррогатов, но надо просто увидеть, что сказать в нашей главе и распроцировать нашу жизнь вокруг себя, значит, чтобы уметь убегать от суррогатов, а на этом требуется сила веры. Знаете, мы говорили после, на прошлой неделе немножко отошли в сторону нашего порядка в Весенович Рим из-за страшнейшей катастрофы, которая произошла на прошлой неделе, немножко больше недели, там уже 8 дней тому назад, и в двух словах, нам надо убегать от смерти и стремиться к жизни, потому что смерть – это зло, а жизнь – это добро. Кстати говоря, о том, что жизнь – это добро, это все где-то понимают, это вещь, которая, на самом деле, понятна любому, даже не только еврею, только любому человеку, поэтому даже животному. Жизнь – это хорошо, добро, а смерть – это плохо, поэтому животные боятся смерти, убегают от нее. Нашим проблемам просто знать, что такое жизнь, что такое смерть. И смерть – это отходы из источника жизни. Когда человек умирает, что происходит? Его душа отделяется от тела, душа не умирает. Отделение, то есть тело, его житель, сила, источника – это только душа. У тела нет собственного источника жизни. Поэтому нам надо понять, что нам надо держаться всеми силами за источник жизни. Есть один источник жизни, это только Всевышний. Поэтому, когда происходят все возможные тяжкие события, нам надо набраться терпения, набраться веры, значит, вещи не случайны, так и если мы видим, как случайны, то мы уже отрываемся с того источника жизни. Значит, что все сделано к добру, он единственный, кто правит всем миром, и это сила веры, это сила веры, это и есть, это и есть жизненная сила, так как сила веры связывает нас в самых тяжелых ситуациях с источником жизни. Это тоже сказал Хавакук одним стихом, одним предложением праведник верой своей будет жить. И более того, помните еще одну вещь, об этом пишет Рамхал в книге Дат Вонот, книга касается в частности темы праведника плохо ему, и он немножко расковаривает эту тему, он перед следующей вещь, что истинная вера праведника, которому плохо, это то, что заслуга это истинная вера, и то, что выдерживает это испытание его страданий, это то, что причина прихода Мащеха, и более того, более того, этим самым он также удостоит не только себя, но и остальных. то есть когда мы говорим, есть вера и доверие к Творцу, но пока что мы еще не видим этого, мы это верим и доверяем, это связывает нас и сегодня с точником жизни, но если раскрыть это, когда все зло, смерть, и все зло, оно исчезнет. Мы говорим в молитвах Рожа Шанами Кипура, все зло исчезнет как дым, как дым. И у нас есть это исчезление зла потенциально в наших сердцах, когда мы живем с верой, когда мы доверяем Творцу, и все к лучшему, в наших сердцах есть истинная жизнь. Истинная жизнь будет причиной прихода Мащеха, когда вещь раскроется. Это удел праведников, удел, который касается каждого из нас. Знать каждого на своем месте, знать, что нет случайностей в мире, и все сделать к добру. Когда я то зло, которое происходит с каждым из нас, мы реально знаем и видим, что это не случайно. А это источник, его творец ради добра, то этим самым мы это зло обращаем в добро. То есть это зло, которое в принципе любое зло, это некоторое сокрытие лика Творца, это отдаление от нас, от источника жизни. Если мы это зло используем как причину доусиления веры, усиления доверия, то это зло обращается в добро. Оно дает там жизненные силы, и об этом говорит Хавахук, скажу еще раз, царик бы моноса их. Есть еще одна вещь, которую необходимо знать, что наша Тора, которой мы занимаемся, называется Тора Тхай, Тора жизни. Почему? Потому что Тора тоже связывает нас с Творцом, поэтому если мы хотим в нашей жизни здесь удостоиться истинной жизни, истинной жизненной силы, то надо это знать, что источник находится в изучении Торы, в изучении Тора Творца. Всего хорошего. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok